здравствуйте уважаемые подписчики уважаемые земляки я давным-давно планировал открыть рубрику наши люди наши земляки которые добились определенных высот своих направлениях и сегодня у нас первая такая встреча первое интервью первые беседы и мне удалось пригласить нашего первого гостя это владимир бадминович мантусов один бадминович у нас сегодня чуть ли не проездом в нашей республике и благодаря что они отозвались и хотел бы в рамках вот этой рубрики с вами провести такую беседу спасибо что поприветствуйте наш спасибо за предоставленную возможность поприветствовать земляков не только земляки смотрят и являются вашими подписчиками ну всех тех кому интересно наш с вами встречи сразу скажу немножко слукавили когда сказали что вот буквально проездом успели идет давно приглашали не приглашал я дал давно но удалось именно сегодня встретиться вот это выпала возможность сделать было сегодня отлично хорошо либо не начну есть люди которые вас знают есть люди которые не не знаю есть люди которые просто знают есть мантуса владимир бадминович мне бы хотелось сегодня для наших подписчиков расширить именно то кем является на самом деле ну такую живую беседу это просто пока пока поговорить сегодня о вас может действительно будет немножко нескромно много говорить о вас но у меня цель передачи минуты мне бы хотелось вот они вы начнем с рождения и дальше вы вы родились калмыкии конечно родился в калмыкии в элисте в хорошее доброе советское время ну мое мнение думаю те кто застал то советское время со мной согласятся ну и как говорят детский сад школа школа какой школы 17 школу милистерская школа номер 17 до сих пор здравствует и слава богу ну потом армия потом учеба потом служба родине девушка работа что заканчивал какой на свой вуз и гимо заканчивал московский государственный суд международных отношений дипломатическое направлении дали работы для специальности ну да наверно такой нюанс можно сказать я заканчивал тогда в то время где он было всего четыре факультета факультет международных отношений запад восток это факультет международного права это факультет международной журналистики и факультет международных экономических отношений в то время самый непопулярный факультет был факультет международных экономических отношений почему него ну потому что тогда не было свободы предпринимательства не было свободной внешнеэкономической деятельности потому что ею занимались исключительно государственные структуры на плановых пальцев до ну исходя из социально-политической структуры советского союза Это экономисты и международники были, но не так популярны, как, допустим, дипломаты. Хотя чисто дипломатов в таком смысле, в каком мы имеем в виду, нет. Потому что, например, те, кто заканчивал международные отношения, они были специалистами в области международных отношений. Углубленные изучали языки, естественно, историю международных отношений и так далее, в зависимости от направлений. Что касается международных и экономических отношений, это практически было такое направление, которое, повторюсь, тогда не очень было востребовано, но наступил тот период, так называемый вторая половина, конец 80-х годов и начала 90-х, когда именно эти специалисты стали востребованы. Актуальность, да? Да, и таким образом получилось так, что я особо-то не хотел быть экономистом-международником, я хотел быть юристом-международником. Ну, так получилось, что все-таки поступил на международные экономические отношения, стал экономистом-международником. Время показало, что, наверное, что-то меня сверху ввело таким образом, что привело к тому, что стало очень востребовано и популярно чуть позже. Красный диплом или нет? МГИМО, после МГИМО я заканчивал через полтора года, поступил в дипломатическую академию. Там я с отличием закончил. Ну, практически, не практически, не было ни одной четверки. Но так. Понял. Ну, значит, то, вот вы сказали, служба Родине, что вы подразумеваете? Скромничайте, наверное, не хотите? Объектантно. Ну, хорошо, буду скромничать, скажу. Вот, Владимир Владимирович, я думаю, что здесь не надо скромничать, поскольку есть, я знаю, есть очень отличная, очень такая, ну, выдающаяся карьера, очень выдающаяся биография. Я бы хотел, чтобы наши земляки с первых уст услышали и знали об этом. Ну, хорошо. Служба Родине, в моем смысле, это после окончания уже дипломатической академии, это работа в Центральном аппарате Министерства иностранных дел. Есть опыт работы в загранаппарате Министерства иностранных дел. Вот, параллельно привлекали к научной и преподавательской деятельности меня официально, там, с обращением в Центральный аппарат. Мне там давали разрешение и поручение заниматься, в том числе и научной работой, например, в Дип-академии я и там в Дип-академии, соответственно, защищал кандидатскую, потом через пять лет докторскую. Значит, в определенный период времени нужно было перейти из Центрального аппарата мне на преподавательскую работу. Да, вот я переводом из Центрального аппарата был направлен в Дип-академию профессором, потом заведующим кафедрой. Вы доктор, профессор? Да, доктор экономических наук по специальности 08-00-14 мировая экономика. Ну, соответственно, и профессор по направлению мировой экономики. Это ваковский аттестат и тот и другой. То есть такое довольно-таки очень выдающееся образование? Ну, наверное. Ну, да. Владимир Владимирович, вот этапы работы вы вышли с МГИМО, с чего начинали, молодой парень Владимир Мантуса, вот как дошло до того, что вы на сегодня генерал-майор? Ну, с чего начиналось? Дело в том, что уже будучи студентом, я работал в нашем постпредстве. Тогда это постпредство называлось таким образом «Постоянное представительство Калмыцкой АССР при президенте Российской Федерации». Сначала при совмении СССР, потом, значит, позже оно стало называться «Постпредство Республики Калмыки» при президенте России. Значит, на тот момент председателем правительства был Михайлов Батрич Емедович, а постпредом был, господи, Гений Хапушич. Я вот не помню. Поверьте здесь на слово, можете потом в интернете посмотреть и подтвердить. Ну, каким образом попал в постпредство? Значит, на тот момент, как я говорил, что все наши земляки, кто когда-то заканчивал МГИМО, они учились на факультете международных отношений. Почти подавляющее большинство, за редким исключением. Вот. Я, как уже сказал, учился на факультете международных экономических отношений. Поэтому, так сказать, моя специализация – это мировая экономика и все, что с этим было связано. В тот момент даже были такие случаи, когда некоторые предприятия в колхозах, совхозах, допустим, в городах Советского Союза, они получали финансовую, хозяйственную самостоятельность. Вплоть до того, что им было разрешено открывать валютные счета и за поставку продукции они получали в валюте и аккумулировались эти валютные средства на этом открытом счете. На тот момент, наверное, подавляющее большинство нашей страны просто даже не знали, что такое валюта, как с ней работать, может быть, что такое валюта знали, а как с ней работать, тем более это было небезопасно, это 88-я статья была за валютные операции. Это какой год? Это начиная с 88-го, 9-го и так далее. А что делать? Вот ко мне, допустим, приезжали наши земляки и говорили, вот у нас там на счету в совхозе, да, там то ли шерсть дали, там то ли еще что-то, да, ну получили там деньги. Мы, я помню, приезжали, мне говорили, вот у нас есть 5 тысяч долларов, что делать? А, валютные счета, да? Да, на валютном счете. Вот, можешь помочь? Я говорю, ну, конечно, могу помочь, в чем проблема. Вот, и говорил им, ни с кем не связывайтесь, ни по под налички, там, ни еще чего-нибудь, ну, обманут в лучшем случае, а в худшем случае еще и будут, так сказать, вас судить за валютные махинации, за эти незаконные операции. Ну, так каким образом? А в тот момент уже мы были на старших курсах и нас, наших ребят очень активно использовали те, кто сегодня являются крупными предпринимателями и бизнесменами, ну, даже олигархами, так назовем. Каким образом? Они тогда почувствовали эту возможность и начала развиваться внешнеэкономическая деятельность. Ну, они сориентировались первыми и пошло. Ну, просто брали наших ребят, моих однокурсников, да, с китайским, с арабским, с турецким языком, с индонезийским. Они прямо туда, мы с ними ехали, заключали, наши ребята отрабатывали заключение контрактов, переговорный процесс, поставку и все. Прям контейнерами направляли в регионы, в разные. Вот, ну, и таким образом, так сказать, я нашим объяснял, говорил, как это можно сделать, там, зачем, почему и так далее. И какая-то была встреча, где-то мы пересеклись с Вадовичем, вот. Он говорит, ну, у нас таких специалистов нет, надо тебя, так сказать, использовать. А, и вы пошли. Да, и он говорит, давай так, ты, говорит, сейчас на каком курсе. Я говорю, я вот третий закончил. Он говорит, ну, все, давай в постпредств, и как раз эта вот тема самая, что называется, живая, и направление востребованное, ну, давайте. Я так понимаю, он позвонил Генриху Пурщичу, тогда мне сказали, приходите, я пошел в постпредств, и меня назначили старшим специалистом по внешнеэкономическим связям постпредства. Ну, и вот мы начали там работать. Через год были выборы, или там через полтора, уж не помню, может, чуть побольше, по хронологии, если. И вот в тот момент, тогда уже вот Ильмжинов стал президентом, и после того, как он стал президентом, я как раз уже закончил, получил диплом, продолжал работать в постпредстве старшим специалистом, и меня назначили первым заместителем постпреда. А вы в одно время с Ильмжиновым учились, да, в Генриху Пурщичу? Он на три года старше. Вот. Я когда поступил, Вячеслав Ильмжинов уже закончил, а Кирсан Ильмжинов еще учился. Вот. Понятно. Дальше карьера? Дальше, как это ни странно, поработал я вот уже в должности первого заместителя, где-то примерно год-полтора, ну, как-то не сложилось у меня с точки зрения внутреннего комфорта, что я занимаюсь правильными делами, вот как-то так мягко сказать. Ну, одним словом, я решил уйти. Давайте поподробнее про то, что мягко сказать. Это же тоже как-то характеризуется. Ну, смотрите, значит, ну, некоторые вещи как-то мне были непонятны. С чем-то я был не согласен. Ну, все время терпеть, наверное, тоже не совсем правильно, да. И, ну, я свою позицию высказал, что, ну, как бы считаю, что это неправильно, вот то, что мы там делаем. Мы стали продолжать, да? Да. Ну, как бы хотел спокойно все это, так сказать, провести и сказал, что, ну, в любом случае я уйду, давайте там красиво, спокойно это сделаем. Вот. Ну, как, и смотрю, тогда были возможности и после гемони через пять там лет, ну, через десять лет, а чуть ли там не на следующий день можно было поступать в Дип-Академию. Вот. И я подумал, ну, полтора года прошло, почему бы мне не поступить. Это как аспирантура? Ну, для меня это получилось как аспирантура, хотя есть второй диплом о высшем образовании. И если в МГИМО у меня был диплом экономиста-международника, то в дипломатической академии у меня был диплом специалист международных отношений. То есть факультет МО я закончил, грубо говоря. Вот. Подкрепили образование еще, да, свое первое? Ну, наверное, давняя мечта, так сказать, чтобы это было международное отношение, таким образом оно было реализовано. Хотя... Это очное учение, да? Конечно, очное. Поэтому я в связи с тем, что поступил на очную форму обучения, я должен был уволиться и, сказать, документы свои принести в Дип-Академию. Соответственно, за время учебы в Дип-Академии написал кандидатскую. До выпуска из Дип-Академии удалось мне защититься. К слову сказать, таких всего два человека было на весь выпуск. Вот Виктор Геннадьевич Мокин и Владимир Владимирович Мантусов, которые до выпуска из дипломатической академии защитили кандидатской диссертацией. Уже снова научную степень, да, получили? Да. Ну и, соответственно... Какая тема была в кандидатской диссертации? Кандидатская диссертация тема была инвестиционное сотрудничество ЕС и России на примере программы технического содействия ТАСИС. Такая была программа Европейского Союза для стран СНГ и, в частности, для России. А докторская это предложение для диссертации или другая тема? Докторская немножко другая. Она была посвящена механизму интеграционного развития стран СНГ. Я как бы переносил теорию международной экономической интеграции, мировой опыт, применительно к СНГ. После развала Союза, да? Да. Вот этому была посвящена уже докторская диссертация. Понятно. И эти ваши заключения, они применяются сейчас именно на практике? Ну и с докторской имеется в виду. Вы знаете, честно сказать, что подавляющее большинство из тех материалов, которые вместе с моим научным консультантом, кандидатской научный руководитель, а в докторской уже научный консультант. Это академик Рыбалкин Валерий Евгеньевич, он мой учитель. Ну и уже я с гордостью могу сказать, что уже в конце жизненного пути, он уже был в возрасте, он мне сказал, что я могу тебя назвать другом. И когда я спросил у него, могу я вас назвать своим другом, он говорит, ну конечно. Поэтому я с гордостью говорю, что мой учитель, мой научный руководитель и мой друг, академик Рыбалкин Валерий Евгеньевич был научным руководителем и на кандидатской, и на докторской, научным консультантом уже. И мы с ним очень долго думали над тем, каким образом научная работа должна приносить экономический эффект в развитии государства. И очень много мыслей, которые мы пытались донести и в публикациях, и в моей работе, они вот... Время подтвердило их правильность. Вот тоже, наверное, с удовольствием об этом скажу. Так и есть. Применялось, не применялось, это тоже другой вопрос, да? Ну что-то применялось, что-то не применялось и так далее. Ну что-то ушли от темы, сознаучную деятельность. После окончания дип-академии? После окончания дип-академии пригласили в центральный аппарат Министерства иностранных дел. Вот. С гордостью скажу, нам, вот я уже упомянул, Виктора Геннадьевича Мокина, с которым мы вдвоем из сила выпуска защитили диссертацией, до выпуска еще из академии получили красные дипломы. Нам вручал их заместитель министра иностранных дел. Тогда министр иностранных дел был Евгений Максимович Примаков. Вот. Нам вручили диплом и сказали, когда вы ходите на работу. Когда? Ну, центральный аппарат Министерства иностранных дел. То есть вас сразу уже ждали? С таким образованием? Ну, все-таки Министерство иностранных дел – это такое ведомство, которое, так сказать, ну… ну, непростое ведомство. Не, ну, конечно, у меня есть с этим вопрос, Министерства. Кто-то из наших, к соотечественникам, работал бы в МИДе когда-нибудь? Нет, ну, в МИДе работали, ну, правда, по партийной линии были направлены. Вот, например, я знаю… ну, чтобы не перепутать фамилию, Эльвартынов, вот, он по линии партийной был направлен из Совмина Калмыцкой СССР, например, в Афганистан, если я не ошибаюсь. Потом, еще, значит, когда я уже работал в центральном аппарате, приходил в гости земляк, который тоже от Совмина Калмыцкой СССР по партийной линии был направлен на дипломатическую работу и работал, если не ошибаюсь, во Вьетнаме. А еще пример, значит, это вот наш в свое время представитель Верховного Света Калмыцкой СССР, это Басанов. Вот он, значит, после партийной, советской партийной работы был направлен на дипломатическую работу и был консулом в Монголии. А, ну вот, да, это как-то даже логично, да, чтобы представитель нашего народа в Монголии консулом. Логично, да, есть в этом логика своя. Долго вы работали в центральном аппарате МИДа? Ну, лет восемь. А вот есть, вот для меня МИД, иностранные дела, это работа там где-то в представительствах, в консульствах, в посольствах. Был такой опыт. Значит, смотрите, дипломатическая служба... Многогранна. И вот, если структурировано о ней говорить, то это центральный аппарат и загранучреждение МИД России. Вот, человек работает в центральном аппарате, потом его направляют в загранучреждение, он едет там в какую-то страну работать. То ли это может быть посольство, это может быть консульство и так далее. Это может быть консульский отдел в посольстве, либо отдельное консульство или генеральное консульство в стране пребывания. У вас есть такой опыт? Ну, да. Я недолгое время был консулом России в Вашингтоне. Вот. Это был 2001 год. В связи с чем вы работали в центральном аппарате, консулом были? В связи с чем вы опять ушли на профессорскую, преподавательскую работу после этого? Ну, не опять, а в первый раз как раз я ее хотел. Я путаю, когда вы учились, а теперь вы пошли учить. Да, вот смотрите. Значит, после того, как я стал кандидатом в науке, естественно, меня начали привлекать в том числе и к защитам кандидатских диссертаций, как оппонента, но уже действующего кадрового карьерного дипломата, работника Центрального аппарата МИД России. В дипломатической академии, например, был диссертационный совет. И вот я, так сказать, был задействован. Они просили руководство, руководство давало добро, и я, так сказать, занимался с ними. Потом, задача ведь всегда стоит в образовательном процессе какая? Максимально приблизить науку с практикой. Ну, что применялось, естественно. Ну, конечно. А если человек, значит, занимается практической работой, в моем случае дипломатической деятельностью, при этом еще имеет степень научную, да, и читает лекции, то вот вам и связка теории с практикой. И это как-то вот хорошо пошло. А после того, когда, так сказать, я докторскую защитил, докторскую я, так сказать, не скрываю, с разрешения своего руководства, конечно, это делал, и надо отдать должное, мне очень помогали в этом. Вот, не то, что не запрещали, но еще всячески оказывали содействие, были правильно. Все так и должно быть. Так вот, после защиты докторской меня еще в большей степени начали привлекать к научной и преподавательской деятельности в дипломатической академии в ведомственном ВУЗе Министерства иностранных дел. Ну, да, есть свой доктор. Почему не привлекать, да? Ну, да, да, это выпускные экзамены, это защиты дипломных работ, это защиты диссертаций кандидатских и докторских и так далее. И вы перешли на преподавательскую работу? Да, я перешел на преподавательскую работу, но вот вы крутите вертите, хотите мне вопрос задать, да, почему так все-таки это произошло? Конечно, вы сами сказали. Я вам отвечу, я вам отвечу, как есть. Значит, в моей жизни случился вот такой период. Значит, это был 2001, конец 2001 года, я как раз вернулся из Вашингтона и тогда, так сказать, организовывался, тогда формировался фонд Ельцина. Не Ельцин-центр сегодняшний, а фонд Ельцина. Фонд первого президента страны. Ну, и туда нужен был исполнительный директор фонда. По разным причинам предложили мне этот вариант. Ну, я как-то подумал, почему бы нет, потому что, почему еще, кроме причин, связанных с тем, что я мог бы очень много хороших дел реализовать, и мы это сделали, кстати, да, именно в тот период. Не знаю, почему это сейчас не рекламируют, да, там наработок очень много. Полезных, достойных, честных, вот, которыми можно гордиться просто. Ну, не знаю, почему не используют этот материал, но, тем не менее, ладно. Вот, когда со мной такая беседа состоялась, я сказал, ну, хорошо, есть время, там, как-то дело этого обдумать, проговорить и так далее. Ну, да, конечно, я вернулся к себе, так сказать, в МИД. На тот момент я был помощником руководителя. Пришел к директору своему, говорю, вот так и так, вот такое есть предложение и так далее. Ну, на что он мне сказал, что хочешь мое мнение услышать, я тебе говорю. Вот, не каждому такое предложит, а раз выбыл, пал на тебя, значит, не просто так. Ну, потом мне стало известно, что, там, главная задача в отборе кандидатов на эту должность, главное условие было, чтобы не было никаких темных пятен и никакого шлейфа, да, вот, за человеком. То есть, тогда мы шутили, уже когда работали в фонде с коллегами, что мы должны быть честнее, светлее и белее самого Папа Римского. Безукоризненная репутация. Безукоризненная репутация, чтобы не было никаких. Для меня это удивительно, так? Вам, на тот период сколько было лет? Ну, мне было тридцать пять, тридцать шесть. Молодой парень, калмыку предлагают руководить вот вот фондом первого президента. Это же огромная структура. Ну, директор фонда Татьяна Борисовна, а исполнительный директор, как я был, да. Это понятно, но все равно это же огромный, ну, такой выбор. Ну, я понимаю, что он не от вас исходил? Значит, я готов на это тоже ответить. Смотрите, как, значит, естественно, когда такой вопрос стоял, там, спрашивали, кто может быть предложен, да, и, как бы, в двух, в два адреса вопрос был задан, значит, и в этих двух адресах были выпускники МГИМО. И они сказали, а, да, мы знаем, есть такой. А я был секретарем... То есть те люди знали вас? Да, я был секретарем партийного бюро студенческого. Я после армии уже был членом партии, и в МГИМО поступал, как уже член партии. Вот, и пока был студентом, возглавлял нашу, так сказать, партийную ячейку студенческую. И вот в этом смысле меня вот ребята знали. И знали очень с хорошей стороны, получается. И они сказали, а, ну, по таким критериям вот этот подходит, он сейчас в Вашингтоне вернется, и можно будет с ним на этом переговорить. Вот, и когда я пришел, мне говорят, ну, в принципе, такие предложения просто так не бывает, так что, если хочешь мое мнение, я тебе говорю, надо соглашаться и идти. Так вот, значит, идти соглашаться на это предложение и оставаться в центральном аппарате нельзя по закону о государственной службе. А, ну да, поскольку ограничения есть. Да. Как быть? И вот в кадрах мне предложили такой вариант. Профессор, ну да. Доктор экономических внук, ну да. Мы тебя переведем с центрального аппарата в дипломатическую академию профессором. Все законно. Все законно. Ты в системе МИДа, кадровый резерв МИДа уходишь и работаешь в нашей системе. Уже профессором, а не сотрудником центрального аппарата. А будучи профессором, по закону ты имеешь право там, пожалуйста, там, любой фонд возглавлять и так далее и так прочее. Вот отсюда, так сказать, получил вот такое решение правильное с точки зрения соблюдения законности родилось и все. Ну, я поговорил, мне сказали, да, абсолютно всех устраивает давать. Таким образом, я переводом центрального аппарата перешел в дип-академию профессором. Потом, через некоторое время, через несколько лет там, уже возглавлял кафедру и все направления международные экономические отношения. Ну, уже после. Сколько лет вы были? В дип-академии тоже лет семь-восемь. А, в дип-академии семь-восемь. То есть, и все это время вы были исполнительным директором? Нет, исполнительным директором я был два с половиной года. Затем я стал советником директора Татьяны Борисовны еще, наверное, года два-два с половиной. Геннадий Борисович, не хотите поговорить про деятельность в фонде, в президентском фонде и рассказать что-нибудь? Чем занимался? Вы же стояли у истоков. Ну, конечно, в том числе и... Потому что все знают Ельцин-центр, а про вот это вот мало кто слышал. Еще раз подчеркиваю, значит, я говорю о фонде Ельцина, да, это фонд первого президента России Борис Николаевич Ельцин. Сейчас некоторые говорят о Ельцин-центре, который находится в Екатеринбурге. Это не об этом речь сейчас. Тогда, в то время, еще Ельцин-центр не было. Какой-то шум был с Ельцин-центром, видимо. Ну, да, есть в прессе, так сказать, выступления по деятельности Ельцин-центра, но это немножко другая тема. Вот, я-то работал как раз в фонде Ельцина, в фонде первого президента. И уставная деятельность была связана с помощью и оказанием содействия практически по всем направлениям, как внутри стороны, так и за рубежом. Это поддержка русского языка за рубежом, это спортивные все мероприятия, поддержка, так сказать, спорта, развития. Это и поддержка развития здоровья нации, это молодые спортсмены, это детские дома. Значит, мы... Духовность, да, и религия? Абсолютно верно. Это и помощь русским школам за рубежом, в частности, в ближайшем нашем, так сказать, зарубежном, ну, в том числе и в дальнем. Это, так сказать, обновление фондов библиотечных, это и Пушкинская библиотека, это портреты русских ученых, писателей, композиторов, величайших деятелей науки и культуры. Много чего это было сделано, очень много. Вот не просто много, а очень много. И причем, вот как-то не пиарили, не выпячивали это, вот тихо, молча делали, помогали. Дело доходило до того, допустим... То есть это благотворительность такая? Да, да, в том числе. Поддержка, так сказать, юношеского спорта, очень много было сделано. Студенчество, очень много было сделано. Славянские университеты, например, в Киргизии, Славянский университет, да, очень много было сделано по этой линии. Детские дома, очень много. Я лично ездил, вот с главным бухгалтером мы едем, допустим, приходило обращение, да, с просьбой оказать содействие. Вот мы приезжали точечно в этот детский дом, смотрели своими собственными глазами, трогали руками. А, да, действительно, это нужно. И покупали все, что надо, и передавали. Потом, так сказать, оформляли всю эту документацию, как положено, нас там проверяли по 100 раз и так далее. Вот, ну что сказать, там, многие вещи... А какой опыт вы приобрели, когда там, ну, принимали участие в этом фонде? Опыт мощнейший. Опыт мощнейший, он был связан, прежде всего, с общественной деятельностью. Это общение с различными слоями общества. Это возможность вникнуть в проблемы каждого человека. Это и детские дома, и монастыри, приюты, детские спортивные, художественные школы, да, развитие, значит, и продвижение компьютерных классов по всей стране. Это, опять же, так сказать, продвижение русского языка и литературы за рубежом. Это все было, вот, во многих странах практически эта тема была заброшена и забыта. Мы же ее поднимали, и мы ее делали. А то есть после распада Союза? Да, да, но... Все забыли, да? Значит, после распада Союза, понятное дело. А за несколько лет до распада Советского Союза это же началось. Потому что, вот, допустим, российский культурный центр в одной из стран, значит, руководитель написал нам письмо, он говорит, обновление библиотечного фонда было в последний раз в 1972 году, что ли, представляете? А написал-то он в 2002, 2003, 2004 году. Представляете? И мы это все делали. То есть помогали нашим людям за границей. Абсолютно верно. Ну и внутренне тоже. Да. Вот после того, как вы ушли из Дип-Академии, да, 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 как повернулась ваша карьера? Ну, из Дип-Академии я не ушел, опять же так, переводом. Переводом уже в Федеральную таможенную службу. Советником руководителя ФТС России, вот, и уже с должности Советника руководителя ФТС России, через полтора месяца, вот, назначили меня начальником Российской таможенной академии. Российская таможенная академия? Да, Российская таможенная академия, ну, гражданская версия ректор. Ректор. Да, это ведомство НРУ, специфического ведомства, и там, так сказать, начальник, ну, как, допустим, Академия МВД, там, я не знаю, Академия МЧС и так далее, и тому подобное. Сколько там поработали? Восемь лет. У меня вот это восемь цифр везде. И регион 08 родной, да? И работы по восемь лет везде. Не пятилетки, а восьмилетки, получается. Как вы отметите работу в должности начальника? Начальника таможенной академии, вот, что вы для себя взяли оттуда? Как опыт, ну, мне кажется, это, если Российская таможенная академия, там, ну, это огромная, мне кажется, структура. Да, это огромная структура. Штат огромный, мне кажется. Огромный. Еще, наверное, есть филиалы представительцев. Три филиала в Ростове, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Это, грубо говоря, четыре разных субъекта федерации, три разных федеральных округа. И за все надо нести ответственность. Конечно, опыт колоссальный в том плане, что это и административно-хозяйственная работа, это и финансово-экономическая работа, потому что, ну, нет предмета, к которому бы ты не имел отношения и не нес за это ответственность. Финансовая составляющая. Ты финансист, бухгалтер, да? Экономическая составляющая. Это планирование экономическое, да? Откуда деньги, зачем, почему? Они государственные приходят, это закон на их использование и так далее, и тому подобное. Крыша протекла. Тоже, понимаешь, начинаешь разбираться, зачем, почему, какой материал, какие новые технологии, да? Как это делается? Идешь, смотришь, вместе с рабочими это, так сказать, через себя пропускаешь и так далее, и тому подобное. Вот там бюджетное планирование, да все, все что угодно. Работа отдельно взятого, так сказать, отдела, автотранспортный отдел, знаешь, все наизусть. Чуть ли там никакая машина ремонтируется, что должно быть поставлено, что может, что нельзя, там, я не знаю, или там, допустим, центр информационных технологий. Вместе с ними полностью все изучил. Представляете, программное обеспечение, так сказать, софт, так называемый, там, все это железо, да, что нужно к закупкам, каким образом это происходит, так сказать, и как это работает, для чего оно нужно. Социально восприятие работает, так вообще там целый пласт работы. Вот мы, как бы, ну, лично я был, как бы, погружен в реконструкцию, и мы, между прочим, не тратили государственных денег, делали это сами. Допустим, реконструкцию событий, например, Великой Отечественной войны, вот, снимали клипы, у нас столько было различных мероприятий, например, мы ходили на вахту памяти, это 4 часа утра к вечному огню, вот. Вот, и... Мы это кто ходили? Ну, я лично, я лично, работники академии, преподаватели и, самое главное, студенты. То есть приобщали к... Конечно, конечно, я вот оставался в своем кабинете на диванчике, там, прикирну, в 3 часа подъем, все собираемся, садимся в автобус, едем. И, там, так сказать, без 10 минут, так сказать, начинается общее построение, так сказать, возлагаем венок, и потом работает метроном. Ровно в 4 утра. Потому что, если ты это сам не сделаешь, то как ты тогда это, так сказать, я не знаю, скажешь молодежи, вы делаете, а я не буду, мне неинтересно, а вам это должно быть интересно, если ты сам в этом процессе не участвуешь, да, если сам душой не болеешь, то это же видно сразу. Конечно. И поэтому, как и студенты откликались, поэтому вот эта вот работа социально-воспитательного плана наиболее сложная и тяжелая. Потому что финансово-экономическое направление можно изучить, станешь бухгалтером условно, да, там, ну, электропроводку изучишь, станешь электриком, да. Не знаю, там, теплосети изучишь, станешь, там, инженером, теплопроводчиком, да, и так далее, и тому подобное. Ну, прямо вот это. А человеческая душа, коллектив, молодежь, если ты сам себе будешь позволять что-то нехорошее, как ты будешь их требовать? Вот я сам не употребляю спиртное, да, всю жизнь свою всем говорю, что пить это плохо, и при мне никто не пил. Может быть, никто, кто-то там был недоволен этим, но он не пил и приобщился к там, вот, трезвому образу жизни. То есть это воспитывать необходимым примером, вот так говорите? Да, но это еще, как бы, было заложено, наверное, вот в советский период становления воспитания, я имею в виду, а потом закрепилось в армии. В армии то же самое, я был секретарем комитета комсомола и исполнял обязанности старшиной роты, да, в отсутствие. В каких войсках служили, Владимир Владимирович? Это противовоздушная оборона. ПВО, ага. Да. И вот мне мои сослуживцы говорили, вот ты нам говоришь, пить это плохо и бухать не надо. Уж извините, скажу как есть, да, по-простому. И как, говорит, тебя не слушать? Потому что ты сам не бухаешь. Сам не бухаешь. Вот ты говоришь, курить плохо, курить не надо, а надо спортом заниматься. Сам не куришь, а занимаешься спортом. Ну как мы тебе можем предъявить, что называется, да? Или сказать, вот ты сам куришь, а нам запрещаешь, да? Сам спортом не занимаешься, а нас заставляешь. Вот личный пример играет очень большой. Понимаешь, вот я вот, вы говорите, я делаю такой вывод. Вы в студенческие годы в армии занимались, да, партийной работой. Сейчас здесь же также очень много общественной работы, не только там, учебной, да, деятельности. Когда вы были там, в том, в том же академике. То есть это, мы всегда этим занимались. Зачем вот эта активность? Ну, можно было просто учиться, не ходить, не заниматься спортом. Или там, в армии быть, просто служить, не заниматься спортом. Зачем это нужно было вам? Зачем нужно, наверное, не смогу вам сказать, а вот почему так, могу сказать. Ну, давай, почему так. Почему так? Потому что в то время в меня моя семья, школа, общество и родина моя в целом, как бы это пафосно не звучало, заложили во мне все это. Вот и все. Вы являетесь генерал-майором? Да. Генерал-майор таможенной службы? Да. Как чувствовать себя генералом? Как чувствовать себя? Я говорю, для всех будет этот вопрос был бы актуальным. Как чувствовать себя генералом? Говорят же, настоящий полковник, а здесь генерал-майор был бы. Ну, вы знаете, как бы, не, ну, конечно, для самого себя это как в душе, внутри, я не знаю, там, чувствуешь себя гордо, конечно, радостно. Профессор, доктор, генерал-майор, это вот радостно, вот я, потому что чувствуешь себя, продолжать генерал-майором, извините, перебил. Естественно, ну, как бы, чувствуешь себя удовлетворенно, радостно, там, ну, какая-то гордость за себя, за своих родителей, за свою родину, в конце концов, в том числе и малую родину, гордость, вот, потому что, как мне говорили товарищи, что за всю историю России, не калмыки, а за всю историю России, генерала таможенной службы калмыка не было еще. Были армейские, МВДшные, там, и так далее, а вот именно, когда-то она называлась таможенно-пограничная служба, российская ИПР. Вот, ну, конечно, как-то, какая-то гордость есть, вот, хотя, честно говоря, я, вот, как бы, всю свою жизнь, у меня всю жизнь, в качестве примера был Басан Бадганиш Гордовиков, конечно же, конечно же, вот, всегда, начиная, там, с малых лет, со школы. Ну, восхищало то, что этот человек военный, то, что этот человек служил честно, добросовестно, смело, храбро своей родине. И самое главное, как он сам в своих воспоминаниях писал, главная его заслуга, как он считал, это все-таки партийно-хозяйственная работа, это то, что он сделал для калмыкии, для народа нашей республики. Вот это, конечно, всегда завораживало. А когда я уже начал изучать его биографию, скрупулезно, скрупулезно начал изучать, там, столько много интересного нашлось. Что имя вам запомнилось? Ну, запомнилось то, что мы все считаем, предположим, Басан Бадганиш Гордовиков, что он кавалерист, да? И правда, он закончил высшую, так сказать, кавалерийскую школу командиров Красной Армии, да? И получил первое звание лейтенанта, да? А ведь он заканчивал военно-воздушную академию. Он военный летчик, между прочим. Военный летчик? Да. Это отдельная история такая, что, вы знаете, когда я изучал японский язык, и вот у меня был преподаватель, первый преподаватель японского языка, он, значит, ему было тогда 84 года, даже чуть-чуть больше 84, вот. И мы как-то с ним разбирали один из материалов, и он мне так говорит, вы знаете, вот во время Второй мировой войны, там, вот эти японские летчики, да, смертники, и так далее, и тому подобное. И вот там воспоминания одного такого летчика, камикадзе, который выжил. И он писал, я, говорит, не могу понять, когда эти китайцы научились летать на самолетах и нас сбивать, японских асов. Понимаете? Я заинтересовался, думаю, интересно. А оказывается, как было дело-то? И это подтвердилось при посещении мною в Китае музея победы над внешним врагом. И этот музей был закрыт для посещения иностранцами. И когда его открыли для посещения иностранцами, в эту делегацию от России и других стран попал я. И вот в этом музее я увидел такую картину, значит, там наш советский самолет с познавательными номерами ВВС Китайской народной армии сбивает японский самолет, и они, вот, так сказать, японский самолет разбитый, падает, и победа вот китайского летчика. Я начал смотреть, разбираться и так далее. Как было? В то время в Китае не было военно-воздушной авиации, понятное дело, им нужно было срочно это, так сказать, делать. Как делать? Естественно, кто может помочь? Советский Союз. Денег не было у Китая, наши заключили контракт внешнеторговый, ну, как бы, за деньги поставляют. Китайцы покупают у нас, мы поставляем лицевые самолеты. Вот. А кто будет летать? Летать некому. Тогда наши строят нашу советскую армию и говорят, все люди внешне похожие на меня и на вас. Вот. Два шага вперед. Две тысячи таких вышло. Из них профессиональные летчики. Но этого не хватало. И начали, так сказать, боевых офицеров отбирать и переучивать на летчиков. И в эту кампанию попадает, как я понимаю сейчас, попадает Басан Бадминевич Гордовиков. С отличием заканчивает военно-воздушную академию, получает диплом с отличием. Кстати, значит, его дипломная работа была «Выход из мертвой петли самолета». Дипломная работа сам Бадминевича. Да. Мало того, если я сейчас вспомню, самое интересное, значит, люди, допустим, что-то где-то там найдут, что касается калмыков, например. Но все-таки дипломаты, как таковы, люди очень образованные. Вот там очень много потомственных дипломатов. У них там личные библиотеки просто там замечательнейшие. Они там что-то найдут и сразу мне там звонили, звонят и нам передают и так далее. И один мне, так сказать, передал воспоминания одного из маршалов. Вот. О Басан Бадминевич. Про многих генералов. И в том числе там было написано про Басан Бадминевич. И вот там было написано, что генерал, сейчас не помню, ну Алексеев условно, да, пишет. Значит, первым пошел Басан Городовиков сдавать дипломную работу в мертвая петля, выход из мертвой петли самолета. Вторым пошел я. Понимаете, вот из таких вот разных источников, достаточно, так сказать, ну, наверное, эксклюзивных можно назвать, да. Вот я смотрел по Басан Бадминевичу. Басан Бадминевич заканчивает и он уходит в распоряжении, так сказать, верховного главнокомандующего. Ждал назначения, но, значит, наших-то как туда, так сказать, доставляли? Переодевали гражданскую одежду по специальному коридору, так сказать, в Китай, в Китай, переодевали в китайскую форму. Они садились на наши самолеты, но с бортовыми номерами китайских ВВС и японцев долбили, что называется, да. Вот, все понятно. А тут Басан Бадминевич. Ну, во-первых, он высокий, он крупный, он с усами, да. Он уже известный командир. Мало того, его родной дядя Акая Иванович Градовиков, всем известный командир Красной Армии, соратник Ворошилова и Буденного. Ну, тут уже никакая легенда не сработает. Если бы Басан Бадминевич туда направили, его бы японцы вычли и в секунду просто спалился. Да, что он советский офицер и так далее. Я сейчас догадываюсь только, пытаюсь самому себе ответить на некоторые вопросы. Скорее всего, так. Вы считаете... Можно сказать, что Басан Бадминевич Градовиков ваш кумир? Да. Безусловно. Абсолютно. Причем во всем, как в службе, так и в службе, я имею в виду, родине на военной службе во время войны и в мирное время, до войны и после войны немного. Ну и, соответственно, как организатор, как руководитель. Я думаю пригласить вас еще раз, если мы еще об этом можем поговорить. У меня следующий вопрос такой. Вы часто сейчас в своих рассказах в словах произносите слово «родина», «родина», «родина». Что для нас «родина»? Для меня «родина» состоит из двух понятий. Первое понятие – это «большая родина», наша огромная страна Россия, Российская Федерация полное название. А вторая часть понятия «родина» – это то место, где я родился и вырос. То есть «малая родина». То есть это город или старая, республика Калмыкия на сегодняшний день. Что для вас патриотизм? Ну, не хочется таких вот пафосных слов. Ну, как есть, да. Ну, как есть, но это не прям такая, так сказать, любовь, я не знаю, к родине. Но если человек хотя бы неравнодушен к своей родине, мне кажется, это уже патриотично. Хотя бы. Понятно. Чем сейчас занимается Владимир Владимирович Малдасов после? Сейчас отдыхаю. У меня, так сказать, такой достаточно продолжительный по длительности отпуск. Никогда в моей жизни такого отпуска не было. Я уже даже как-то так вот привыкаю к тому, что никуда не спешу, ничего надо мной не висит. Ответственности нету. Да, ну да. Вот. Смело отдыхаю. Сказать, планирую свой день так, как хочу, так, как мне надо. Как мне выгодно, я не знаю, или как там удобно. Вот. Продолжаю заниматься спортом активно. И для этого теперь я не выкраиваю время, а сначала для меня спорт, а потом уже все остальное по плану дня. Вот так. То есть немножко распределили, да? Угу. Владимир Владимирович, вот вы сказали про спорт. Какими видами спорта вы увлекаетесь? Давно ли увлекаетесь? С детства? Ну, спортом увлекался с детства, со школы. Тогда вообще в советское время это было гораздо проще. Все секции, так сказать, все бесплатно, только желание ходить, занимайся. Вот. Лучше всего у меня получалась, конечно, легкая атлетика, это бег, плавание. Бег это длинный или короткий станок? Именно длинный. Сколько? Пять, десять. Это, кстати, помогло очень в армии. Я в первую тройку всегда входил по кроссам в армии, причем с полной выкладкой и так далее. Так вот, бег неплохо получался, плавание, подтягивания на перекладине. Затем одно время занимался самбо, либо, как по-другому тогда говорили, чуть позже начали называть это занятие восточное единоборство. Для этого, кстати, в советские времена нужно было быть членом общества «Динамо». Ну да. А как стать членом общества «Динамо», будучи школьником? И тогда была такая хорошая возможность, была такая организация Советского Союза, везде она была. Конечно же, это была организация, называлась она «Юные друзья милиции», «ЮДМ». Вот, и, соответственно, школьников привлекали, они, так сказать, ходили в детские сады, рассказывали о правилах дорожного движения, как улицу переходить, что такое зебра, там, светофор, на красный стоишь, на зеленый идешь. Волонтеры? В сегодняшний славе говорят, да, волонтеры. Вот. И являясь членами «ЮДМ», мы тогда, естественно, автоматически становились членами «Динамо». А в «Динамо» преподавали самбо, дзюдо и восточное единоборство. Таким образом, мы попали в эту, так сказать, в эту возможность заниматься. Возьмите какие-то свои. Да, да, но такие особенности были в то время. Вот. Сейчас у меня спортивная ходьба с нагрузкой. Вот. И плавание, да. Плавание тоже постоянно. Ну, плавание каждый день невозможно заниматься. Через день рекомендации, а вот, допустим, сейчас мне говорят, что два, ну, максимум три раза это нормально. Если просто поплавать, так, в своё удовольствие, да ради бога. Ну, а если вот с выкладкой, то два раза в неделю по полной программе и хватит. Сколько детей должен дыхать? Двое. Детей двое. Старший сын, младшая дочь. Разница в возрасте большая. Ну, значит, вот вы так, знаете, как с таким энтузиазмом, с хорошей, с любовью, можно сказать, вспоминаете в советское время, советское время. Действительно скучаете или как? Ну, как бы, мне кажется, каждый человек скучает по поводу о своём детстве. Ну, о тебе хорошие. Вот, да, потому что, ну, на то оно и золотое детство, да, что оно золотое, да. Вот, а моё-то детство попало на советский период, поэтому я и говорю о советском периоде. Конечно же, у меня, вот, был один лекционный курс, я его лично готовил, авторский. Он, значит, назывался так, внешнеэкономическое взаимодействие стран, содружества, независимого государства, где давалась, значит, качественная характеристика предреформенных экономических отношений, послереформенных и в современном этапе. Это внешнеэкономическая деятельность, торговый и так далее. Ну, естественно, нельзя было не давать, в том числе, краткую характеристику и советского периода. Да, это плановая экономика, это команда административная система и так далее и тому подобное. В один период это прям критиковали, хаяли и так далее и тому подобное. Сказать, что это правильно, я не могу. Почему? Потому что, несмотря на плановый характер и, самое главное, на команды административной системы советской экономики, были свои плюсы, но были свои минусы. Я за то, чтобы давать анализ всему процессу и вычленять положительные и отрицательные моменты. Отрицательные моменты знать, как исторический факт, а положительные использовать и развивать на будущее. Как-то вот так. Как отдыхаете в Калмыкии? Да великолепно. Вы знаете, иногда хочется, чтобы жару. Да? Да, так, чтобы пропекло. Иногда хочется. Как раз попал, вот приехал и попал в жару. На конях ездили? Ездили. Ездили на конях. Детство вспоминается? Ну, вспоминается, да. Когда-то на конюшню ходили, вот на ипподроме была. Владимир Владимирович, спасибо вам за то, что отозвали, спасибо, что пришли на интервью. И я хочу с вами договориться, чтобы вы еще приходили сразу здесь же. Хороший ход, да? Я пообещаю, а потом он скажет, обещал и не выполнил, да? Ну, конечно. Будет меня на кличке держать? Ну, конечно, первый раз мы открываем новый рубрик, Владимир Владимирович. Тем более, вы в первый раз, я так понимаю, на Калмыцкой площадке себя официально показываете. В этом смысле, да. Вот так вот. Вот из-за этого я говорю. Злаупотребляйте чуть-чуть. Ну, давайте так. Я не говорю нет, ну и не говорю 100% да, там, как вы только скажете, я обязательно появлюсь. Давайте так, нет не говорю, а да, буду говорить в зависимости от наших договоренностей. По времени, по моему местонахождению и так далее. Отлично. Вы понимаете, я всегда своих интервью, своих передачах даю пару минут своим гостям высказаться, что-нибудь пожелать нашим землякам, нашим подписчикам. Как вы на это смотрите? Вы знаете, используя такую возможность, вот, хочу, чтобы меня правильно поняли, все в наших руках, все в наших руках, надо только делать. Я понимаю, что кто-то подумает, да, конечно, он там, типа, выбился в люди, ему хорошо, там, генерал, там, сказать, и зарплата у него, там, и знания, там, и заслуги, я не знаю, там, чего. Да, и то, и третье, десятое, живет себе там, там, весь мир повидал в свое время, там, и так далее, и вот он нам, там, со своей позиции говорит, там, так далее, и тому подобное. Еще что, вот, как-то приходилось не слышать, мол, вот, уехал из Калмыкии, да, и поэтому тебе повезло. Ничего мне не везло. Ничего мне не везло. Я, так сказать, вот, бился головой об стену, да, так сказать, карабкался, и так далее, и тому подобное. От чего-то отказывался, да, вот, заставлял сам себя, там, допустим, делать так, а вот и не так, что мне не хотелось побездельничать, например, да хотелось, как каждому любому человеку, да нет, надо брать силу воли, сжимать в кулак и идти вперед. Вот, как-то мне сказали, вот, ты же не в Элисте, ну, давно это уже было, да, а вот в Москве, там, пристроил хорошее место, там, бла-бла-бла, все прочее, и так далее. Я уехал из Элиста не потому, что я не люблю свою республику и свой город, нет, потому что моя профессия, которой я стремился с детства, она подразумевала работу либо в Москве, либо за рубежом, что, собственно говоря, в моей жизни и произошло. Да? Если бы, я не знаю, там, был бы архитектором, то, наверное, я бы... Ходите дома поработать, ну, в комысе. Ну, если такая необходимость будет и если на это, так сказать, будут условия, не условия, которые мне предложат идеально, нет, нет, я имею в виду, так сложатся обстоятельства в моей жизни. Звезды сойдутся. Ну, хорошо, пусть будет так. Звезды сойдутся, почему бы и нет. Целый месяц. Пару минут вам. Делайте. Нужно каждому из нас, вот, заставлять себя делать то, что позволяет добиться поставленных результатов и целей. Наверное, банально звучит, но за нас никто ничего не сделает. Каждый должен, вот, стремиться к тому, какую задачу перед собой ставят. И в этом смысле всем хочу пожелать удачи и успехов. Ну, все будет у нас хорошо. Совершенно точно. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, что пришли. Да, хорошо.